Ну, вот такая штука. Ну, самое неприятное здесь, конечно, вот этот корень из х. И от него избавиться каким образом? Ну, вот я попробовал такой подход, значит, что т это корень из х, чтобы тогда в терминах т все, значит, было без корней. Тогда dt это 1 2 dx деленное на корень из х. И получается, что выражаю отсюда dx, это 2 корня из х на dt, а поскольку корень из х это у нас т, то 2t на dt. Значит, ну, я проверяю обратно, значит, это просто моя проверка. То есть, что... Так... Да, это моя проверка, то есть я потом вот этот т загоняю под знак дифференциала, возникает вот эта 1 2 и уже dt в квадрате, а т в квадрате это х. И, в общем, это равно dx снова, то есть это проверка, как бы то, что вторая строчка. Значит, я вместо dx могу подставить 2t на dt. Вот я подставляю. А х это у меня т в квадрате, значит, т в квадрат плюс 5, т минус 3t в квадрат. Дальше я начинаю... Я вижу, во-первых, у меня одно t сокращается, я вот вынес за скобки здесь. t в знаменателе тоже сократилось. И у меня вот такая штука получается. Дальше мне нужно... Вот это тоже рациональная дробь. Значит, мы это совсем не обсуждали там. Если у тебя вдруг в числителе рациональной дроби стоит полином, который степени выше, чем в знаменателе, а в данном случае так и есть, потому что здесь t в квадрате, а здесь t, то нужно просто числитель разделить столбиком на знаменатель. Вот я тут разделил. Делить, кстати, неприятно здесь, потому что тут вот такой высечённый нету вот этого члена с t. Вот, но даже проверил, что я всё правильно разделил. То есть получается 1 треть t плюс 1 девятое. То есть тогда... Когда я это разделил, то... О, боже! Я, кажется, забыл здесь. Так-так-так-так-так-так-так-так. У меня же остаток остался. Я тут потерял, на самом деле. Сейчас мы добавим. Сейчас мы добавим. Сейчас я красненьким добавлю. Значит, разделить-то я разделил. То есть у меня тогда получилось, что... Значит, значит, значит... А, не-не-не-не, всё нормально. Вот он, я его просто не заметил. Блин, всё чётко я сделал. Значит, у меня получилось, что... Исходная моя дробь, это квадрат плюс 5 на 3, 3 без единицы, равна вот этому. Это я разделил одно на другое. Вот у меня такое получилось. Плюс остаток. 5 плюс 1 девятое. 46 девятых. Делённое на... Вот, всё здесь правильно написано. Вот здесь проверка. И вот первый член, это вот как раз вот эта вот штука. Значит, вот эта. А второй член, вот он. Я его про него не забыл. Значит, ну, первый интегрируется совсем легко. Это линейная функция. Значит, здесь я вот довольно быстро написал. То есть... Ну, чтобы сделать D от 1 третий T, мне нужно натрию умножить. Так. Наверное, вот здесь я слишком быстро написал. Всё-таки. А, написал быстро, всё-таки я где-то ошибся. Значит, вот здесь вот получается вот этот интеграл. Давай вот этот интеграл здесь аккуратненько. Значит, получается интеграл от 4 до 9. 1 треть T плюс 1 девятое. Ну, вот плюс 1 девятое – это нормально. Там я могу что угодно писать. А на самом деле на DT. А вот когда я пишу, что 1 треть, это у меня 3 возникает перед интегралом. Значит, 4 девятых, 1 треть T плюс 1 девятое на D от 1 треть T. И плюс 1 девятую я могу сделать. Значит, получается, вот у меня новая переменная в скобках написана. Мне только нужно её пересчитать, значит, пределы измерения. То есть, у меня получается U на DU, где переменная U – это вот эта. Значит, когда у меня T равно 9, то 1 треть от 9 – это 3. 3 плюс 1 девятое. Верхний предел, значит, 28 девятых. Значит, здесь 28 девятых. А внизу, когда у меня T равно 4, это 4 третьих. То есть, чтобы 9 получилось, это 4 штрих 12 девятых плюс 1 – 13 девятых. Вот здесь 13 девятых. Вот я пересчитал, чему эти штуки равны. Вот. И тогда, значит, здесь у меня тройка не в знаменателе, не так вот, а вот здесь вот тройка. И T квадрат на 2, да, только вот здесь, ну, пусть будет T, ладно, чтобы черкать поменьше, пределы 28 девятых, а здесь 13 девятых. 13 девятых. В первом интеграле. А во втором интеграле я делал вроде как бы все правильно. Так, значит, наверное, надеюсь. Значит, второй интеграл у меня просто вот это вот выходит, там 46 девятых, да, ДТ к 3Т минус единица. Так, мы на 3 делим, да? Действительно, 3Т минус единица. Значит, я еще там умножаю на тройку, чтобы у меня было ДУ. Значит, мне надо разделить на тройку. Слушай, я же правильно это сделал. Господи, я стал черкать. Забыл, с утра уже. Значит, все правильно, но вот, короче, смотри, я расцепил на 2 интеграла. Очевидная вещь. То есть, на самом деле, вот эти вот поправки. Вот тут красным все правильно написано, но вот здесь у меня было написано все правильно, я вдруг осознал, потому что, смотри, я ничего такого тут не делал. Я просто вот этот интеграл расцепил на 2. Блин, давление, по-моему, что-то такое в голове, я вижу. Это все правильно написано, но вот здесь минус 2, вот 1 третья сюда вынес, и Т на ДТ, Т квадрат пополам. Все абсолютно правильно написано. Значит, и вот этот кусок второго интеграла, а вот это вот третья, я тут подробно написал. То есть, здесь все правильно написано, на самом деле. Ну и вот здесь я, видишь, Д3Т минус 1, и вот эта тройка, вот здесь вот имеет место быть. Да, то есть, вот если бы я сделал так сразу, видишь, там сразу цифры другие получаются, неприятные. То есть, здесь было гораздо надежнее, гораздо рациональнее расцепить этот интеграл. Вот, ну и все. Дальше вот это логарифм натуральный. Логарифм натуральный вот от этого. Мы знаем, что единица на х это производная натурального логарифма х. Значит, вот этот коэффициент, ну это получается 92,27. И вот такой логарифм. Ну и там приводишь всякие подобные члены. Ну вот такой монстр получается. Но по сути, по сути, здесь, ну, какие этапы еще раз? Нужно разделить. То есть, вот это, грубо говоря, как неправильная дробь. Ну там, 27 четвертых. То есть, первым делом ты делишь 27 на 4, у тебя с остатком получается. То есть, вот 27 на 4, это что такое? 24 на 4, это 6 и 3 четвертых. Вот наша 6, аналог 6. Это вот эта первая часть. Вот эта, вот эта, аналог 6. То есть, мы выделили целую часть. А вот эта дробная часть, остаток. Целую часть гораздо лучше интегрировать. Так я как с утра сделал. Сейчас бы я тут и тебя напряг, и себя напряг, и облажался бы где-нибудь. А вот это вот стандартно интеграл типа dt, зеленая на t. Но тут, конечно, более сложно. Но минус единицу мы всегда можем добавить под дифференциал. Вот важно эту тройку сделать. И вот эту тройку, вот мы ее сюда добавили, сюда тоже, чтобы единица получилась, как отношение. Ну и логарифм получается. То есть, основной этап, это снова разложение дроби на множители, причем на слагаемые. Но тут выделение целой части есть еще.